Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере». Я ее ведущий священник Сергий Рыбаков. В нашей передаче мы стараемся говорить самыми простыми словами о нашей православной вере. В прошлой передаче мы поговорили о празднике Пятидесятницы и сказали о том, что это день рождения Церкви. А сегодня в нашей передаче мы попытаемся поговорить о самой Церкви, о том, что она значит для современного христианина, да и не только для современного, в принципе, что она значит для христианина, для человека, который уверовал во Христа. В нашей студии гость, православный эксперт, священник, клирик храма Сретения Господня, Протерей Максим Кокарев. Здравствуйте, батюшка! Добрый день, отец Сергий, добрый день, дорогие друзья! Батюшка, ну вот сейчас мы живем в ту эпоху, когда, наверное, не знаю, наверное, во все времена такие нападки были на Церковь, какие есть сейчас. Но сейчас мы это ощущаем в более изощренных формах, видим это присутствие. И мне кажется, крайне важно осмыслить вообще, в принципе, роль Церкви для человека верующего. У христианина вообще особые какие-то отношения с Церковью, да? Почему? Потому что мы открываем символ веры, и в последних членах символа веры мы читаем, что мы не просто ходим в Церковь, мы не просто в ней молимся, получаем там какие-то удовлетворения каких-то своих потребностей, треб, как мы говорим по-славянски. Но мы в нее веруем, веруем во единую Святую Соборную Апостольскую Церковь. Вот, наверное, сегодняшнюю нашу передачу следует посвятить вот этой роли Церкви. Может быть, мы в этой передаче постараемся ответить для тех людей, кто боится, кто, может быть, даже брезгует сделать первый шаг в сторону Церкви, переступить церковный порог. Мы очень часто слышим фразу «Мне не нужны посредники между мной и Богом, верю в Бога в душе». Вот, какова роль Церкви? Об этом мы поговорим, а для начала, может быть, вот стоит ответить на вопрос, почему же мы в символе веры произносим вот такую интересную фразу, что мы веруем в Церковь. Во что мы веруем, когда мы говорим, что веруем в Единую Соборную Апостольскую Церковь? — Ну, я думаю, что, говоря о Церкви, по крайней мере, в христианском ее понимании, здесь разговор нельзя по-другому начать, как с ее головы, основателя. То есть, человек, который говорит, что ему не нужны посредники, он действительно воспринимает, может быть, Церковь неправильно искаженно, как некий институт, который должен ему, так сказать, некое посредство оказать. Мы, христиане, воспринимаем Церковь немножко по-другому. Мы воспринимаем Церковь как организм, спастись можно только будучи частью которого, собственно говоря. И мы верим в то, что главное место в Церкви занимаем не мы, грешные, и не иерархия даже наша, тоже состоящая из людей, тоже разных, и тоже, так сказать, не все там святые. Мы, Церковь, если бы Церковь состояла только из людей, было бы только человеческим сообществом, человеческой организацией, то, да, наверное, были бы справедливы все эти упреки. Но мы верим, что, мы, как раз когда говорим, что верим в единую Святую Апостольскую Церковь, мы верим в то, что свята она не по нашей святости, а свята она именно потому, что главой Церкви является Христос, а тем, что делает Церковь Церковь, главной движущей силой внутри Церкви является Дух Святой, то есть Третья Ипостась. То есть мы веруем в это, мы верим, что это богочеловеческий такой организм, да, он состоит и из людей тоже, и из разных людей, так всегда было бы, поэтому мы называем Церковь земную Церковью странствующей, Церковью воюющей, то есть тут, вот, но мы верим в то, что святость у Церкви есть, и не в силу нашей греховности, а в силу святости ее не просто основателя, да, а для нас главное, что это постоянно пребывающая в Церкви ее глава. То есть глава Церкви не патриарх и даже не собор, да, как все-таки мы понимаем, да, так сказать, в поместной церкви, в конечном итоге глава Церкви ее главное, собственно говоря, содержание, это Христос. И поэтому, вот, мы, мне кажется, здесь упомянусь одну очень важную евангельскую такую, евангельский символ, который дает сам Христос. Помните, когда он с учениками путешествует мимо Масличной горы, называет себя лозой, то есть стволом виноградным, а вы все, то есть это сказано ученикам, но мы понимаем, что это сказано и нам через 2000 лет, а вы все в ветви. То есть вот Церковь это такое древо, стволом которого является Христос, а мы все это через таинство крещения на это древо привиты, как вот садоводы все знают эту технологию, да, когда изобретают новые сорта, берут веточку одного сорта, прививают на ствол другого. И вот мы все, таинство крещения, очень многие, кстати, и христианские писатели сравнивали с вот этим, так сказать, известным во все времена, таким, так сказать, селекционным действием, когда мы все прививаемся на древо, которым является Христос. И только это древо дает соки жизни, и только на этом древе ветка может зеленеть, приносить плоды. То есть так сказал сам Христос, он сам дает такой образ, поэтому это один из древнейших образов, наверное. Вот и все-таки, вот очень часто мы видим, человек приходит, приходит в храм и сталкивается все-таки, ну не всегда с доброжелательным, дружелюбным отношением к нему, к человеку, отношением. И разворачивается и уходит. Вот что мы могли бы, потому что таких людей ведь очень много, те, кто когда-то зашел и вышел уже навсегда из церкви. Понятное дело, что скорее всего, мне в этой связи очень нравится как-то проповедь митрополита Антония Сурожского, которая уложилась буквально в полминуты или в минуту, когда он вышел и сказал, вот кто-то сейчас оскорбил и выгнал из храма женщину. Не знаю, кто это сделал, но даю вам епитемию молиться за нее всю свою жизнь. То есть, конечно, у нас современные христиане и духовенство, к сожалению, в том числе часто не осознает вот этой такой степени ответственности, что мы имеем все-таки дело с душами людей. И мы сейчас не будем обращаться к ним. Вот к тем людям, которые так столкнулись с такой проблемой. Что мы могли бы сказать для того, чтобы они сделали вторую попытку, может быть, прийти в храм? Вот мы уже сказали, что приходите вы ко Христу, это понятно. Но это очень сложно вспомнить, когда тебя чуть ли тряпкой не огрели и не сказали, выходи, у тебя там нет платка, нет юбки. Вот как бы мы могли бы человеку такому помочь? Что бы мы могли бы, может быть, в неком назидании ему сказать? Ну, я понимаю, что иногда все это происходит настолько, скажем так, неприятно. И человек просто приходит, как правило, человек, который вот пришел, может быть, в неподавающем виде, не так что-то делает. Скорее всего, это человек, у которого, ну, вот его какая-то нужда застряла. Чаще всего этот человек вот пришел гонимой какими-то обстоятельствами. Ему и так, в общем-то, не очень хорошо. У меня просто такой случай недавно был в нашем храме. Вот. И такой человек, такой человек сложно потом успокоить. У него уже был фонд, так сказать, эмоциональный, не самый. И я очень долго, когда женщина была такая, сказать, хотя ей ничего обидного на самом деле не сказали, такого, чтобы, может, было по-настоящему. Но просто состояние уже такого расшатанного, наверное, психического состояния наложилось на то, что ее не очень приветливо встретили. И как-то, так сказать, ну, просто там не дали свечку за женщину. И при этом без особого, никаких там руганий не было. Ну, просто вот ее и это задело. Она там много было слез. Иногда человеку нужно просто, да, так сказать, время, чтобы остыть. Потому что это эмоции очень часто. Потом выяснилось, что ничего такого прям действительно страшного, обидного с ней не сделали. Действительно, там была такая ситуация. Сейчас не надо было бы зажигать свечи, там, сказать, уборка, ремонт и все остальное прочее. Ну, разные бывают ситуации. И понятно, что тоже человеку помнить о том, что со своим уставом в чужом монастыре, да, там. То есть, когда ты приходишь и хочешь, чтобы все было для тебя, но это не совсем так. То есть, церковь, это, если мы говорим не об организме, а даже о здании, о храме, то есть, когда ты приходишь, ты понимаешь, что нужно все-таки понимать, что это место собрания общины, да, вот церковь, она и... В принципе, она так и переводится, это слово. Конечно, это экклесия, собрание, да. И, в общем-то, ну, нужно хотя бы, пусть даже не очень глубоко, но просто задуматься о том, что, возможно, есть какие-то правила, которые, вот, там, не все сделано специально для себя. То есть, и, ну, это нужно принять. То есть, понятно, что если это совсем невозможно принять, но это, правда, может, такому человеку сложно что-то объяснить, может быть, очень сильная гордыня. Мне тут хочется, что все, прям вот это такой коммерческий подход, я плачу, и вот, я пришел заказать, я же не без денег пришел, мне должны все тут. Но это совсем неправильно. Это, это, ну, человеку нужно, так сказать, ну, вот с собой тоже работать. Но бывает, действительно, обидели незаслуженно. Просто попался, так сказать, резкий человек какой-то из служащих храма, ну, вот, у которого тоже фон настроения в этот день случился какой-то не тот. И, ну, этим людям, во-первых, нужно действительно, нужно делать попытки еще, конечно. Потому что самое главное, это просто иерархия ценностей и приоритетов. То есть, вот, что для тебя важнее. То есть, если понять, что в церкви ты можешь получить самое главное для своей души, то все остальные препятствия, они становятся все-таки какими-то мелкими, да. Вот, и часто очень-то многие, не помню, у кого из, ну, у многих, даже не у одного, у многих современных проповедников проводятся аналоги с больницей, да. То есть, если ты понимаешь, что ты можешь получить исцеление, в общем, действительно, это так, то, ну, ты понимаешь, что тебе надо к врачу, да. И если тебе не понравилось что-то, не так сказать, техничка на первом этаже храма, да, или вахтерша с бахилами, да, или еще кто-то, то есть, которая тебе не так их продала, там, не в очень в ласковой форме и так далее. То есть, ну, тут это, конечно, неприятно, но из-за этого не стоит идти, отказываться от лечения, умирать, идти домой тихонечко. Поэтому тут, конечно, и тоже надо понимать, что эти люди совершенно необязательно вообще такие, так сказать, всегда, допустим, злые, и нужно понимать, что мы, обращаясь в себя, в первую очередь, да, то есть, здесь покаяние, оно играет очень большую роль, мы учимся и других прощать, да, мы понимаем, что, может быть, о себе, зная эту правду горькую, что мы можем, будучи не в духе, да, так сказать, не ласково, мы же можем, да, мы на самом деле, мы за собой, не замечаемый, мы считаем, что вот там все должны быть святые, куда мы приходим, в храме обязательно. У человека не может быть, да, какого-то там тоже горя, он не может его как-то, так сказать, неаккуратно, так сказать, да, на окружающих распространять. А у нас, да, мы такое, мы так живем, мы, собственно говоря, у нас, если что-то не так, мы и огрызаемся, как-то, может, посмотреть, так сказать, на человека неприветливо. То есть, и когда ты о себе знаешь эту правду, начинаешь хотя бы чуть-чуть снисходительнее относиться к слабостям других. То есть, надо понимать, что это вот про сучок и бревно у нас, в общем, своих хватает в глазу, то есть, конечно, хочется всегда из чужого глаза повытаскивать это. Батюшка, а вот на ваш взгляд, вообще, такой вопрос, вот вы уже упомянули об общине, а вообще, зачем Господу Богу нужно было благословлять общину? Ну вот он же пришел, прожил земную жизнь, все, что необходимо оставить, оставил, Евангелие дал. Вот как богословие вообще, в принципе, объясняет, может быть, функции церкви? То есть, вот зачем Господу Богу церковь? Понимаете, в чем дело? Вот вы правильно сказали, что он оставил все, что было необходимо. Весь вопрос, кому он это оставил? То есть, вот, собственно говоря, он оставил это общине. И даже если, когда мы говорим о Евангелии, что первичнее, писание или община? В каком-то смысле община. Потому что кто решал, какие книги войдут в канун, какие стадут писанием, какие нет. Если бы не община, этого никогда бы не было. То есть, Господь сверху не определил этого. Это не было актом божественного откровения. Что только эти книги, считайте, книги были написаны, были написаны его учениками, были написаны внутри общины. И все это, сказать, вот в контексте общины только и могло явиться. Потому что сначала все писание было устным, не было писанием, а было преданием. То есть, все, что говорил Христос, он же сам ничего не писал. И долгое время после его вознесения никто ничего не записывал. В основном это была устная передача. А устная передача может быть только в общине единомышленников. И поэтому, когда потом появляются тексты письменные, должен быть какой-то авторитет. Кто решает, каждый человек индивидуально решает, вот это считаю писанием, а это не читаю. То есть, тогда бы у нас не было абсолютно никакого критерия. То есть, церковь — это именно тот критерий. Эта церковь решала, причем не в плане теории заговора, как некоторые, почитав Дэна Брауна или еще каких-нибудь писателей, считают, что какие-то злобные епископы в IV веке собрались, тихо, секретно решили, что вот эти книги, апоклифы, мы их спрячем, чтобы никто не знал настоящую правду. Теория заговора, я всегда очень критично к этим теориям относился, но это она до смешного. Это пишут и говорят люди, которые совсем не знают истории канона, да, писания. Мы понимаем, что это был длительный труд, когда церковь занималась, как бы мы это сказали, узнаванием того, что она до этого знала устно. И если попадался какой-то текст, в котором она явно чувствовала диссонанс, ну как же, мы знаем это в качестве устного предания уже несколько поколений вот так, а тут приносит какую-то явную подделку с какими-то явными гностическими мотивами, да, там и так далее. То есть это сложный долгий труд, и, собственно говоря, церковь является для нас хранительницей, да, и церковь является не просто хранительницей, не просто тем организмом, который как бы отторг чужды отобрал, собственно, писание, но и продолжает, мы понимаем это писание через опыт церкви, потому что, как говорят святые, читать Евангелие каждый раз так, как будто ты первый человек на планете, кто взял эту книгу в руки, ну это очень самонадеянно. То есть мы понимаем, что церковь обладает определенным правом на прочтение, и вот та классическая экзегетика, которая у нас есть, там, Иоанн Златоуст, и Феофилак Болгарский и так далее, или более поздние, даже авторы, да, то есть это нельзя не учитывать, то есть нельзя читать вот просто так, как это, ну, пытаются делать протестанты, считая, что каждый человек в своем разуме может понять, вот, как бы, описание для них самодостаточно абсолютное, то есть вот если ты искренне к нему приступаешь и читаешь, ты обязательно все правильно там поймешь. На самом деле, ну вот, мы, наверное, считаем все-таки немножко по-другому. То есть церковь это еще и, церковь это гарант, церковь это гарант чистоты, то есть поэтому, собственно говоря, без благословения общины, без того, чтобы передать это общине, да, тем, кто объединены верой, тем, кто объединены, вот, Духом Святым в таинствах, это значит было передать, ну, наверное, в пустоту, потому что тогда бы не было гаранта, все бы это растворилось, ну, чистота веры не была бы сохранена, если бы это было просто, ну, церковь в каком-то смысле и хранительница тоже. Меняется ли, эволюционирует или, наоборот, деградирует, мы можем сказать, вообще христианская община, или в своей сути она, ну, какая-то постоянная, что ли? То есть вот как раз из-за того, что главой является святой, всесвятой Бог, она является святой в своем содержании. Но вот мы можем видеть, например, у многих, даже современных христиан, есть желание вернуться к апостольской общине. То есть и у протестантов в свое время, да, в самом начале их истории, да, то есть было желание вернуться именно к апостольской общине. Вот нам что нужно делать? Нам нужно как раз к чему-то тому, к тому прежнему, там, давно забытому, может быть, да, возвращаться или же что-то делать на своем месте? Или вообще, в принципе, ничего не надо делать, все как было, так оно и остается? Нет, дело в том, что у церкви есть и изменяемые части, грубо говоря, и неизменяемые. То есть вы правильно сказали, что за счет того, что главой церкви является Христос, который неизменен и непреложен, и жизнь Духа Святого в церкви, она, таинства одни и те же, вот таинство на 2000 лет, форма их может меняться. Мы причащаемся не так, как причащались апостолы, да, технически. Лжицы не было, да, и не было таких сосудов, все было не так торжественно. Но содержание всех таинств, оно абсолютно непреложное, а форма может меняться. То есть вот в церкви внешние формы ее существования всегда менялись, меняются, не знаю, начиная от внешнего вида, там, не знаю, там, духовенства, от облачения, от каких-то более сложных вещей, то есть потому что менялись, в том числе, и условия. Одно делает церковь в эпоху гонений, другое дело церковь в эпоху торжества, так сказать, империи, которая произгласила себя христианской империей, да, то есть пристеняние отсюда. И в какие-то моменты церковь, может быть, не удерживалась на чистоте, да, у своего призвания, там, допустим, особенно, так сказать, вчера гонимая, да, там, да, пристеняне, там, допустим, когда империя подключилась, да, к церковной жизни очень плотно, там, то есть наоборот, переходила иногда на позиции, так сказать, давления на инакомыслящих, на тех же еретиков и так далее. То есть были эти моменты были. То есть в церкви есть неизменные, в церкви есть, конечно, изменные. И поэтому пытаться вернуться внешним образом, вот импульс протестантов, он был, как мне кажется, по крайней мере, вот в значительной степени ошибочен, этот вектор, потому что они пытались вернуться именно, как им казалось, к апостольской простоте. Все, что произошло в жизни церкви после, там, ну, третьего века точно, они считали абсолютно негативным. То есть это неправильно, церковь живет, и в литургической жизни церкви, и во всех других ее аспектах происходили изменения. И вернуть, то есть, вот правильно поставил вопрос, да, то есть вернуться к апостольской простоте, там, начать совершать богослужение так, как это делали апостолы, лежа, да, возлежать за этой трапезой, ломать руками хлебы, но это разве обязательно? Разве это что-то изменит в нашей, собственно, христианской жизни, да? То есть, как тоже кто-то сказал, так сказать, из неглупых людей, да, пытаться вернуть хотя бы даже богослужебную жизнь церкви на уровне вот апостольской, это то же самое, что пытаться, так сказать, здоровый, выросший дух засунуть назад в желудь. Потому что, ну, потому что церковь в 2000 лет, да, богослужение росло. Вот, и вот этот импульс был изначально неверен, потому что можно быть христианином и истинным христианином, не возвращаясь к, не одеваясь как апостолы, да, сейчас давайте оденем, так сказать, да, палестинскую одежду в 2000-летней давности и объявим, что ходить можно так. Нет, некоторые общины идут таким путем. Ну, вспомните, американские хамиши, да, вот, то есть, никакой техники, телега, значит, одежда там, а-ля, так сказать, да, 19-й век, 18-й. Ну, может быть, с содержанием что-то поменялось? Может быть, вот есть что-то, что мы оттуда могли бы взять, что сейчас утрачено? С содержанием поменялось, не содержанием, меняется не содержание, меняется, наверное, все-таки восприятие отношения людей. Да, то есть, люди очень, так сказать, содержание, ну, Евангелие не изменилось, и вообще вера наша, да, не изменилась. И церковь, как бы, ладская, да, апостольская, основа, она же основана на апостолов, да, никто этого не отрицает, и святой, и единый. А вот люди, да, качество людей, качество отдельно взятых христиан, конечно, оно всегда разное, и тут, ну, это такая работа, которую нужно начать с себя. То есть, можно, конечно, провозгласить, что сейчас будем переделывать общину, и переделывать, так сказать, людей, но вообще каждый должен понять, начать с себя. Вот, мне кажется, у нас большая проблема с общиной, как с приходом, да, с общиной, потому что у нас такие были исторические обстоятельства, что у нас сейчас приходится воздержать все практически с нуля, да, потому что понятие прихода, если до революции еще как-то существовало, хотя бы формально, да, то есть были границы прихода, то есть люди как-то, общность, она пусть даже внешне поддерживалась, но она была. В советское время все настолько перемешалось, то есть сейчас понятие, вот, ну, вот есть храм, вот в него ходят люди, да, кто из них является, да, вот по-настоящему членом, так сказать, прихода, да, или вот община, или это просто люди, которые приходят удовлетворяясь этой религиозной потребности, им неинтересна вообще жизнь прихода, им неинтересно, они ни с кем не знакомятся, они не общаются, они, так сказать, может, есть и такой подход, да, но все-таки, мне кажется, мы должны сейчас возрождать, именно, не возвращаясь к внешним каким-то, да, там, к литургическим, так называемой, провозглашаемой тоже и нашей обновленности, если мы решили к простоте, да, убрать сейчас все из храма, иконы, всю, так сказать, как они считали, пышную и торжественную часть, так сказать, сократить. Нет, дело не в этом. Дело в том, что даже вот в отношении к богослужению мы должны стараться, но это нельзя сделать за людей. То есть человек должен сказать, я хочу понимать, что происходит, я хочу, если человек только захочет, поверьте, сейчас нет никаких препятствий, сейчас и литература много, и на русском много, и перевод текстов, и, ну, большинство священников, да, то есть не откажут в том, чтобы объяснить, и во многих храмах и лектории происходит. То есть сейчас в значительной степени это зависит от мотивации человека, то есть если мне просто нужно сходить свечку поставить, и, так сказать, мои отношения с Богом на этом заканчиваются, ну, там, помянуть там предков своих и так далее, то этот человек еще не дошел, ему сложно что-то бывает объяснить, нет, конечно, говорим и объясняем, но человек может кивать с умным видом, да, и потом, так сказать, говорите, говорите, мне и так все хорошо, я, так сказать, еще раз зайду, может быть, в год. Вот, то есть, скажем так, возрождение общинной жизни, оно должно быть, конечно, но оно не обязательно связано с вот, с возвращением к каким-то культурным, историческим, внешним, да, так сказать, реалиям, там, двухтысячелетней давности. Нет, это можно сделать, быть, созидать христианскую общину, можно здесь и сейчас, потому что глава ее тот же, таинства, которые ее питают, те же, вокруг чаши мы собираемся вокруг той же, пусть это внешне выглядит в нашей литургии, там, немножко не так, как во времена апостолов или даже Иоанн Златоуста, все чуть-чуть по-другому. То есть, это все со временем менялось. Вот, но важно осознание места церковных таинств в твоей жизни, да, понять, что это не факультатив какой-то, что это не... и не то, как нам прививали в синодальное время, то, что это долг христианина, который ты должен раз в год вот в Индополош отдать. То есть, вот это даже само по себе позиция, как только человек поймет, что у него есть не долг причащаться телой крови, а уникальная возможность причащаться телой крови, принять себя, да, Господа, что Господь себя дает. И как только человек по-настоящему это поймет, они просто, не просто ему расскажут про важность этой тайны, что это надо. Когда человек поймет, что это уникальная возможность пренебрегать, которая, ну, страшный, так сказать, грех по отношению к себе, да, лишать себя, да, то есть, никто тебя извне не отлучает, ты сам. Сейчас страшная ситуация, люди сами себя отлучают. Если в древности люди часто причались, и педагогической мерой к ним было отлучение от причастия, это действовало. Человек тяжелый метод, даже несколько месяцев, человек, который привык к каждое воскресенье причаться, это очень такая действенная мера. Сейчас люди годами, десятилетиями отлучают себя сами. И вот я считаю, что в центре созидания нынешней общины должно быть богослужение и евхаристия. Но все-таки с большим таким пониманием не слепую просто приходить и причаться, потому что сказали, что так надо. То есть нужно, конечно, проводить... Но это и вопрос к пасторам тоже. Это работа очень большая. Думаю, что мы ее ведем, и каждый на своем месте. Я думаю, что результаты будут. Это очень небыстрый процесс. Спасибо, батюшка, вам за ваши ответы. Ну, а мне в ходе вот разговора с отцом Максимом вспомнилась история с митрополитом Антонием Сурожским, который когда-то приехал в московскую семинарию, была какая-то конференция, было очень много людей. Митрополит Антоний известен был тем, что был крайне скромным человеком. И он искал место, где сесть. И один из монахов говорит, «Да садись, владыка, сюда». Вот. На что владыка сказал, «Да я боюсь занять чужое место». На что недоумение было у этого монаха, «Владыка, здесь нет чужих, здесь все свои». Вот это, мне кажется, главная вещь, которую нужно преодолеть в себе в первую очередь, как правильно сказал отец Максим, для того, чтобы наш приход стал именно общиной, христианской общиной, отцом и главой которой является Христос, преодолеть чужеродность, преодолеть отношение к другому, как к чужому человеку. Стать и самому своим для других, и других назвать своими. Дай Бог, чтобы община церковная, христианская община, которую стяжал, связал в некий сноб Христос, Господь наш, действительно возобновилась, возродилась и явила всю свою силу. До свидания, до скорых встреч, возлюбленные во Христе. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова